МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доллар опустился ниже 54 рублей. В Перми сегодня начался отлов бездомных собак. А мы готовы рассказать о самых интересных и важных событиях, произошедших в нашем городе. Это новости на ТНТ в студии Андрей Фадеев. Здравствуйте. Алло, гараж. Накануне в окрестностях реки Быгель рядом с 10-й школой было как никогда оживленно. Люди устроили стихийный митинг, приезжала даже полиция. Все потому, что их гаражи, которыми они пользуются десятилетиями, начали вскрывать и увозить имущество на эвакуаторе. Евгения Кокшарова встретилась с разъяренными владельцами гаражей. Это любительское видео сняли владельцы гаражей, когда металлические конструкции начали вскрывать неизвестные люди в рабочих комбинезонах. Видимо, из-за неправильного обращения с огнеопасным оборудованием один из гаражей вспыхнул. Вот горит гараж. Намотаем вам. Сейчас как в *** и школа рядом. К моменту приезда нашей съемочной группы у гаражей собралось более десятка недовольных людей. Это Алифнур Шарипов. Рабочие подпалили именно его имущество. Хотя бы по-человечески написали бумажку, допустим, до 20 июня убирайте гараж. Если не убрано, будет самовывоз. А то никто никого в известность не поставил. Приезжаешь, все полностью вырезано. Внутри пожар был. Видимо, замки вырезали автогеном. К этому времени к гаражам подъехал руководитель подрядной организации, работники которой и устроили пожар. Однако представляться перед разъяренными людьми он не захотел. Контора какая? Какая разница? Большая разница? Так же администрация. Хорошо, какой отдел, чего, зачем? Сам ты кто? Какие полномочия имеют? Вопросы есть, я говорю, вопросы есть. Есть, я тебя задаваю. Милицию вызывайте. Да при чем здесь милиция? Я разговаривать с вами не буду. Чуть позже он сообщил только свое имя Виктор и соизволил поговорить с нашей съемочной группой. Было решение городской думы. Когда? Я не знаю, когда. А вы что, подрядная организация или депутат, кто вы? Если вы не знаете, откуда мы, вы должны знать об этом. Вы зашли, эта дума делает без... Сейчас подождите. Вы кто, подрядная организация, руководитель? Слушайте, в соответствии с решением Березняковской городской думы 29.04.13 года о порядке выявления демонтажа самовольно-установленных движимых объектов. Из постановления, которое привез подрядчик, стало ясно, что согласно решению администрации до 16 июня гаражи должны быть демонтированы. У жителей накопилось много вопросов, и представитель подрядной организации ответить на них не смог. Одно по кому? Специально для одаренных. Да где она? Ты покажи. Поездка есть, у меня нет поездки. Товарищи, давайте соберемся. Подписи есть, нет подписи. Давайте соберемся, такого числа в такое-то время. Такой же нет бумажки. Почему нет постановления суда? Не было. Собственники имущества знают, что когда-то лет 20 назад эти гаражи были установлены самовольно. Однако народ возмущен, могли бы и предупредить и дать время на вывоз вещей. Люди в голос твердят, никаких предупреждений о демонтаже они не видели. Газеть пишется, номера гаражей, которые дается срок месяц убирать. Наших номеров ни одной газеты не было. Кто газету может не выписывать? Я каждый день, каждый день, каждый газет читаю. Наших номеров не попадалось. Единственные объявления, которые были на дверях металлических строений, гласили «куплю гараж». Это что за законность-то такая? Человек, который говорит «куплю», он бумажки наклеил, он хоть что-то сделал. А администрация, которая говорит «надо убрать» и говорит, что постановление от какого числа, 13-го года, они не заслужились наклеить просто эту бумажку. Наклеите на самом деле, люди бы знали бы и убрали бы оттуда имущество. Пока владельцы гаражей спорили, приехали сотрудники полиции, которые пояснили все в рамках закона. И рабочие на глазах у людей демонтировали гаражи вместе с имуществом. В данный момент рабочие подрядные организации эвакуируют из этого гаража машину. Но хозяин этой пятерки до сих пор не объявился. Видимо, завтра для него будет сюрпризом отсутствие и гаража, и машины. А сегодня в интернете появились любопытные фотографии. Один из гаражей настолько неаккуратно перевозили, что он выпал в центре проезжей части. Почему подрядчик ведет себя некорректно? Как получилось, что жители не видели никаких предупреждений о сносе гаражей? И где смогут найти теперь свои вещи? На эти вопросы сегодня ответа мы не получили. Мы отправили официальный запрос в администрацию. Нам пообещали ответить в течение семи дней. Наверняка за это время в городе уберут еще не один гараж. Уважаемые автовладельцы, может быть, ваш будет следующим? Евгения Кокшарова, Лев Сабуров. Новости на ТНТ. К другим темам. Накануне водитель «Опеля» сбил 11-летнюю девочку, которая перебегала дорогу на зеленый сигнал светофора. ЧП произошло в районе строительного техникума. Это видео предоставили сотрудники ГИБДД. На нем отчетливо видно, как девочка ждет, когда загорится зеленый сигнал светофора. После она перебегает через дорогу. В этот момент «Опель» завершает проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, сбивает девочку и скрывается с места ДТП. В итоге у 11-летнего ребенка перелом костей правой голени со смещением. Обидно, что проходящие мимо люди первые минуты не обращали никакого внимания на ребенка. А этот случай произошел позавчера в Усолье. Водитель «Форда» поворачивал направо, сбил 12-летнего скутериста и также скрылся с места ДТП. У ребенка перелом бедра. За нарушение правил дорожного движения с родителями и юным скутеристом будут разбираться инспекторы по делам несовершеннолетних. На мопеде разрешено ездить с 16 лет, и на него обязательно нужны права. Кстати, благодаря слаженной работе сотрудников полиции, оба виновника аварии пойманы. Ими оказались молодые мужчины 23 и 25 лет. Прав, скорее всего, они лишатся. Помимо этого, на нарушителей могут возбудить уголовные дела. Сама ответственность административная по статье 12.27 предусматривает лишение до полутора лет водительского удостоверения. Причинение вреда здоровью в результате ДТП предусматривает и уголовную ответственность. Все зависит от степени тяжести последствий. Из-за увеличения числа серьезных аварий дорожные полицейские решили усилить ночное патрулирование. Все, кто за рулем в темное время суток, особо интересны сотрудникам ДПС. Сергей Калиник продолжит. Документ какой-либо, удостоверяющий вашу личность. Документ какой-либо, удостоверяющий вашу личность. Из машины выходим. Ночь, улица, фонарь, пивной киоск. Внимание сотрудников ДПС привлекает этот водитель. Он отъехал от киоска с алкоголем. По машине заметно, автомобиль недолюбливают. Разбит перед, бок, нет номеров. Чем не повод для остановки? Документы нарушитель показать отказывается. Трубочка выносит вердикт. Водитель под шофе. Значит, предстоит поездка в УВД. За рулем можно пить? Нужно. Нужно? Да, что делать? Делать нечего, разве что получать штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года. Если казна не получит этих денег, то к нарушителю придут судебные приставы. Тогда платить придется уже 60 тысяч. Ну, либо отсидеть до 15 суток в изоляторе временного содержания. Перспектива не радужная. А этот водитель также отъехал от пивного киоска. Из нарушений в глаза бросилась тонировка. Дорожные полицейские проводят замеры и требуют снять пленку с передних стекол. Кстати, мужчине уже выдавалось предписание об устранении нарушения. То есть он должен был избавиться от тонировки давным-давно. Вот полковые вас остановят. Можно не снимать, да, пожалуйста. И составят на вас 19-3. А там от 5 до 15 суток ареста за неустранение неисправности. Да, давайте я сниму. Березняковские полицейские крайне редко практикуют наказание за тонировку в виде лишения свободы ВВС. Чего не скажешь о полковых. Полицейские убеждают нарушителя отказаться от тонировки и, конечно же, выписывают штраф. А в это время телефон дежурной части полиции разрывается. Вызовы поступают один за другим. Эта женщина оборвала телефон. Звонила в дежурку около 10 раз. Кто у вас сегодня дежурит? Что за женщина хамка? Она моей дочери даже нахамила. Дама заявила, что соседка кидает на подоконник есть стекла. Да к тому же должна тысячу рублей. На такие вызовы обязаны реагировать сотрудники ППС. Жаль, что когда происходят реальные преступления, полицейские тратят драгоценное время на мелкие бытовые разборки. А всего на прошлой неделе в дежурную часть обратились почти 900 раз. О реальных преступлениях сообщили лишь 50 человек. По-прежнему в лидерах кражи. Их совершено более 20. Сергей Коленик, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. Наш ответ кризису. По данным налоговой инспекции, количество рублевых миллионеров в Верхникаме увеличилось на 20%. Об этом налоговики рассказали на сегодняшней пресс-конференции, посвященной предварительным итогам декларационной кампании 2015 года. Наша инспекция контролирует 4 территории. В Березняках, Усолье, Александровске и Кизеле налоговые декларации в этом году предоставили почти 14,5 тысяч человек. Общая сумма планируемых поступлений в бюджет составила более 47 миллионов рублей. Согласно этим данным, количество людей, зарабатывающих в год суммы с шестью нулями, увеличилось на 127 человек. Декларантов с доходом в десятки миллионов рублей стало больше на 7. До середины июля все граждане, подавшие декларацию, должны самостоятельно оплатить налоги. Но, по словам налоговиков, возможность спать спокойно предпочли не все. Инспекция располагает информацией о 6 тысячах недобросовестных налогоплательщиках. Чтобы наладить отношения с законом, им необходимо обратиться в местную и ФНС лично или через сайт налоговой инспекции в интернете. Те, кто не исполняет налоговое законодательство, нормы налогового кодекса, не представил своевременно декларации. За каждый полный и неполный месяц предусмотрен штраф в размере 5% от суммы налога к уплате, но не более 30% от суммы налога. Между тем, в Госдуму внесен законопроект о сокращении числа проверок малого бизнеса. В частности, предполагается введение с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 запрета на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого бизнеса. В правительстве считают, что это поможет сократить число плановых проверок и будет способствовать формированию благоприятных условий для развития малого предпринимательства в России. Помимо этого, в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан предполагается не распространять предусматриваемый законопроектом запрет на проведение проверок юрлиц или ИП, работающих в здравоохранении, образовании, социальной сфере, в сфере теплоснабжения, электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности. Запрет также не будет касаться проверок в области промышленной безопасности и федерального пожарного надзора в отношении юрлиц и ИП, эксплуатирующих опасные производственные объекты, в области безопасности гидротехнических сооружений, в отношении юрлиц и ИП, эксплуатирующих гидротехнические сооружения, в отношении субъектов предпринимательства, эксплуатирующих объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в области обеспечения радиационной безопасности и в области обеспечения защиты гостайны. Продолжим выпуск. Мигранты стали реже приезжать в Прикамье. По данным миграционного учета, иностранных граждан и лиц без гражданства в Пермском крае стало меньше. По данным УФМС, за пять месяцев текущего года на территории Пермского края поставлено на миграционный учет по месту пребывания 33 443 иностранных гражданина и лиц без гражданства, что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Преобладающее количество иностранных граждан было поставлено на миграционный учет по месту пребывания в Перми чуть больше 20 тысяч, что составляет 62% от общего количества иностранных граждан, поставленных на миграционный учет. Эксперты связывают это с экономической ситуацией в стране. Сами же гастарбайтеры говорят о том, что им становится невыгодно приезжать сюда на работу. А выгодные предложения были сделаны на днях березняковцам. У них была возможность оценить преимущества новых автомобилей самых известных японских марок. Сергея Коленика как настоящего мужчину заинтересовала. Именно так выглядит комфорт высшего класса. Легендарное японское качество. Просторный кожаный салон. Уникальный футуристический дизайн в автомобиле создают ощущение комфорта для водителя и пассажира. В автомобилях продумано все до мелочей. Здесь же менеджеры заботливо усаживают клиентов за руль и рассказывают об инновационных технологиях автомобилей, гарантирующих отличную управляемость, безопасность на дороге. Очень информативная приборная панель. То есть все расположено настолько удобно, настолько под руками, под глазами. То есть нигде не нужно ничего искать. Все очень предсказуемо и доступно и удобно. Конечно, после таких впечатлений каждый захочет приобрести автомобиль мечты. Ирина Голубцева уже несколько месяцев выбирает себе новый автомобиль. Девушка признается, пришла посмотреть на парусные гонки, но получилось так, что здесь же присмотрела себе машину. Красивая машина. И дизайн, и внутри начинка все замечательно. То есть увидели, машина новая понравилась. Гости Строгановской регаты смогли оценить не только пять новых автомобилей легендарных марок, но и узнать о спецпредложениях на покупку и обслуживание. Компания Toyota и Lexus смогла добиться снижения цен. На RAV4 это 100 тысяч рублей, на Camry до 150 тысяч рублей. На семейство Land Cruiser 100 тысяч рублей скидка. Выгодные кредитные программы от нашего партнера Toyota Bank. Проценная ставка от 5,9 годовых. Подберем вам очень выгодную программу. Приходите на Березняковскую, 77, в автоцентр Березняки за машиной своей мечты. Узнайте обо всех акциях и услугах по телефону 23-78-77. Сергей Коленик, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. Телеканал ТНТ «Березняки» продолжает радовать вас, дорогие телезрители. Этим летом на нашем канале выйдет второй сезон популярного реалити-шоу «Свадебная лихорадка». Сейчас объявлен кастинг участников. Планируете свадьбу в этом году? Приходите и боритесь за призы от спонсоров проекта. Летом 2013 года в эфире телеканала ТНТ «Березняки» было жарко. Семь влюбленных пар вступили в борьбу за свадьбу своей мечты. Им предстояло пройти невероятные испытания. Подоить корову, наколоть дрова, вырвать свою любимую из рук похитителей и почувствовать себя настоящими альпинистами. Понимаешь, что после этого нам уже ничего не страшно. Даже мой папа. С каждым новым испытанием шоу покидала одна из пар. Зрители телеканала с трепетом в сердце наблюдали за судьбой своих любимчиков. С самого начала шоу явными лидерами стали Ирина и Владимир. Ребята выиграли свадьбу своей мечты. На их счету победа аж в трех конкурсах. Позже, как и другие участники шоу, Ирина и Владимир сыграли свадьбу в самых лучших традициях. Этим летом влюбленные пары вновь залихорадят. Совсем скоро стартует второй сезон проекта «Свадебная лихорадка». Новые конкурсы, буря эмоций и, конечно же, море любви. Если вы планируете сыграть свадьбу в этом году, смело становитесь участниками нашего проекта и выиграете свадебное платье от салона «Счастливое мгновение» и обручальные кольца от магазина «Золотой стрелец». Елена Суханова, Новости на ТНТ. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды. А я прощаюсь. С вами был Андрей Фадеев. Всего доброго и только хороших новостей. Субтитры предоставил DimaTorzok В Хизеле погода существенно не изменится. Температура воздуха в районе 20 градусов тепла. В Соликамске плюс 21, плюс 23. Облачно с прояснениями. Временами дождь, возможно, гроза. В Березняках 17 июня пасмурно. Временами дождь, гроза. Ночью 15-17 градусов тепла. Днем около плюс 23. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер западный 3,8 метра в секунду. В среду солнечная активность низкая. Геомагнитное поле спокойное. Информация предоставлена центром ФОБОС.